всех приветствую друзья сегодня мы снова в горах хардс но это у нас прогулка и как обычно как часто вернее я решил взять камеру тут буквально под горами вернигороды проезжали там солнце плюс 5 а тут вот такая видимость ну вот нам вообще по идее надо было туда дальше идти вот наверх по этой тропинке но еще полтора километра вот такой тропинке я думаю мы будем часа два туда пилить там в общем длинные так называемые скалы очень интересные но их надо в хорошую погоду чтобы солнечно было приехать и мы решили туда как бы не идти дошли от до первой скалы потому что видимость очень сильно ограничена сейчас я покажу то небольшая тоже интерес да сейчас подойду интересно так выложены они ну говорят я одного слушал вроде он тоже следователь но я как бы исследователем не являюсь я просто гуляю хожу и показываю следователь это тот кто глубоко погружается все изучает более досконально и четко чем я как говорится не занимаюсь так немного поверхностно скажем ну и говорят вот геологи говорят и он горит и это типа трещины да согласен где то есть трещины но из того что я видел а увидел я уже немало ну знаете когда ты видишь четкую связку как скажем на сегодняшний день ложится кирпич то как-то нету у меня даже мысли как может так трескаться скала гранитная где-то до согласен а где-то совсем никак в общем-то скала то небольшая тут совсем маленькая сюда подойти базарит от камни со ступеньками сейчас подойду о ну как бы я честно говоря не чувствую особо тепла тут я не чувствую особо тепла а то я так понимаю дует сильно ну там смотри чем есть интересно ничего не типа кладки ну что по крайней мере выглядит на кладку дело в том что я это сравниваю с полигональной кладкой часто полигональная кладка она не видно и как бы все это понимают что это рукотворно ну когда вот такие вещи видишь и где-то видишь что они очень напоминают кладку и в то же время это более произвольная такая форма конечно как бы 50 на 50 часто мнение такое складывается вроде бы и да и это сложили но где-то местами ну как бы складывается мнением гораздо больше но все наверно 80 сумка не пропускает 80 90 процентов поэтому говорить ну мне туда как бы смысла нету залазить об все же все равно нету видимости это практически никакой ну вот надо более конкретно теперь смотреть погоду видите я как обычно посмотрел общую стоит солнечно в общем все нормально ну там скалы там еще выглядывает скала так где приблизим и она вот видимость конечно вот видите туман прям он движется мы то есть находимся прям в облаке но туда дальше мы ехали по дороге там видно было хорошо сам более темные такие облака на горах тут еще более светлые как бы нормально более-менее там все гораздо печальный но мы решили все-таки прогуляться немного могли конечно сразу развернуться и назад поехать когда увидели что чем дальше идем тем сильнее туман чем выше то есть поднимаемся вообще дорога три с половиной километра подъем ну не очень крутой найти по снегу очень тяжело я вам скажу ну буквально километр за сколько за полчаса проходили да просто пипец как тяжело эти ноги где-то проскальзывают снег такой сыроватый ну тут в общем все в принципе показывает то больше и нечего потому что нифига дальше ничего не видно снег тоже как бы нам не в помощь совсем не помогает разглядеть все это дело ну по крайней мере мы тут что-то хоть видели сейчас пойдем обратно вроде там мы ничего такого интересного не видели особо но что-то будет если более менее интересно конечно же покажем так сейчас я еще с той стороны обойду ну да как бы снег совсем нехорошо очень сильно мешает тут тем более его намного побольше чем было на пяти пальцах и ходить как бы куда-то чуть в сторону довольно опасно ты не знаешь куда наступаешь поэтому особо мы тут не походим надо приезжать когда не будет снега сюда скорее всего весной вот как я тут должен куда-то идти представьте я тут куда-то наступлю и в какую-нибудь яму или дыру да совсем совсем это нехорошо даже хуже чем я думал так скажем ну люди гуляют как мы в принципе тоже приехали погулять просто решил взять камеру на всякий случай вдруг что-то интересное увидим вообще это просто разведка так скажем боем посмотрел я на google планет там длинные скалы как они лайтен клипы да что такое да длинные короче скалы и вообще цель была туда пройтись но тут чем дальше чем выше тем снега больше и как бы идти все сложнее и сложнее поэтому вот тут она на санках даже нормально чем поехали сейчас они под горку поехали классно ну а мы пешочком ну под горку это не в горку так скажем самки да какие-нибудь ну их тащить надо какие-то надо легкие чтобы были пластиковые так сейчас мы прочитаем на шильде там на знаке смысле написано чего там название я забыл уже тут их дофига ну парочку мы пару раз показали один раз с михаилом были это горящие скалы храпящие скалы а это у нас до для стен клипы вот 1 4 километра это у нас цель была так это обратно у нас что-то там короче вот это а тут даже нету их которые мы были да тут они написаны вот эти как они забыл ну короче по-русски типа огненные скалы примерно так звучит ну все так идем обратно по снежку весело бодренько ну скажу вам вспотели мы два пота с нас как минимум сошло если мы еще пошли наверх сейчас бы еще два три пота сошло как минимум до молодежь конечно они просто встречали и как бы потихоньку потихоньку но они от нас оторвались и ушли ну еще иногда там где-то отдохнуть остановить да и тут вот скалами смотри вот все завалено все просто наглухо завалено вот этими полыжниками глыбами но как я говорил по ощущению что тут как будто когда-то что-то очень огромное развалилась да можно сказать это огромные скалы развалились можно сказать а может быть это были все-таки не скалы какие-то все-таки постройки о которых вообще ноль информации ну так скажем мегалитические да может быть мы много чего вообще не знаем представления даже не имеем о многих вещах на сегодняшний день хотя школе нам говорили что человек как там преподносили царь зверей и он владыка земли и все он знает и все он умеет и все он изучил и все понял и что-то в этом духе ну это пока сам не погрузишься немножко ты понимаешь что мы вообще ничего не знаю как-то так ладно будем идти там у нас принципе а михаил кстати сегодня тоже михаил хотел поехать но к сожалению давление его сегодня шандарахнула опять 30 до хорошо что это дома его шандарахнула и кровь носом пошла как у меня тоже когда-то это произошло поэтому а так будут приехали давление кровь носом нам бы сразу пришлось назад ехать да ну или я тоже молодец проспал немного в принципе не особо задержались но потеря на полчаса скажем позже приехали мы приехали мы на полчаса позже чем задумали да а ну у меня еще навигатор что-то не включался с навигатором я долго промучился чуть ни один не включался не 2 ну как будто бы мне что-то говорила как это на забывают под спас подсказки не езди туда ты там ничего не увидишь ну мы иногда бываем упёртые в принципе я ничего плохого не вижу что мы сюда приехали у нас получилось по крайней мере видео нету можно сказать но хорошая прогулка суши скорее дикой что сейчас сейчас конечно приятно мы сейчас мы приятно идем во все наслаждения ноги не буксуют ноги сами катятся только успевая их переставлять так ладно чем там дальше может еще что-то было там типа речки ручей что-то доме какой-то я уже не помню по ходу мы покажем что увидим друзья дошли мы до развилки в общем тут вот мы пойдем по одной дороге у нас направо уходит потом вот прямо уходит потом вот налево уходит в общем тут можно тут можно ходить очень много долго и упорно что-то хотел сказать лестники 2 километра но 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 то есть можно 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 и по этой эти да все равно мы там ничего не увидим там очень я по google планет посмотрел там очень много скал очень они длинные очень интересные но тут даже фотография есть как каких-то это не те которые мы только что были нет нет вроде не они мы находимся чего-то . что не знаю где мы находимся вот она был наверно там в общем я посмотрел они туда несколько километров я не помню сейчас точно но как минимум где-то километра три вот эти самые вот такие скалы они на месте поваленные всякие разные и они там вот так гряду идут как я их называю хребет такой да там конечно я смотрел и дальше все уходит чуть ли не до этого доброкон но посмотрел вот именно самые интересные скалы там буквально где-то два-три километра у них протяженность и у нас там получается со стороны вернигородов тоже есть несколько штук как минимум 4 по моему я нашел таких вот как бы напоминающих кладку но это мы уже когда-нибудь туда весной там со стороны вернигородов там заедем сюда не знаю если конечно зимой бывают и плюс 15 солнечно как бы хорошая феврале по крайней мере бывало и до 20 доходило какие аномалии тоже бывают если такая погода будет потому что зимой листвы меньше намного лучше то есть видимость но сегодня видите видимость тоже хоть и листвы нету но видимости тоже нету как то так сейчас мы идем сюда нам по этой дороге дальше целая группа саночников пошла они видать знают где хорошая горка где на санках покататься и про то куча прям толпа народу все с пластиковыми санками ну мы не видели такой горки но явно где то есть где место покататься тут у нас какой-то домик стоит непонятный в лесу просто один стоит может быть его снимать можно наверно пожить тут не знаю камушек какой-то что-то с ним на нем на царапана не до мучает такое хотел сказать сначала x вижу что это не x вот такая вот отсюда тут даже колечко туда же что-то было подвешено когда-то еще что-то тут было еще что-то было непонятное ну наверно кто-то оторвал кому-то помешало у нас тут еще дорога уходит направо мы еще идем идем как бы обратно-то идти легко но далеко все равно не как дайте приходишь прикольно деревья сейчас вот видать беда плюс два тут примерно стало время уже сколько у нас так время уже 4 12 нормально и вот тут у нас ручей мостик ну вот с горы да у нас такой довольно мощный ручей поток идет это по поводу образования воды ну сейчас ладно сейчас можно сказать снег тает подтаивает слегка потому что с деревьев ветерок дунет капли капают но я думаю летом тут примерно все то же самое я скорее всего так подозреваю мостик у нас тут еще дорога куда-то у нас налево пошла ну ручей такой нормальный и куда-то а тут что-то знака нету да чего туда у нас вообще ничего нет знаков нету ну и пофиг ладно идем дальше тут уже он где-то почти лед скользко и просто поляна лавочки стоят тут саночники вот такой небольшой запруды остановились о там наверно небольшой водопад устроены за подозреваю сейчас мы подойдем посмотрим так людей мы не будем показывать сейчас мы так проскочим мимо а где фонтан наш водопад фонтан говорю где-то здесь а точно вот он такой нормальный вполне приличный водопадик там смотри дерево все во льду все же прикольно так смотрите вот чуть-чуть сейчас поверну поворачивайся опять какую-то кнопку нажал нет все во льду так замерзло брызгами брызги летят намерзает ну и тут как бы порог такой крутой слышно по журчанию воды как она журчит тут уходит туда вниз сколько тут намерзла льда или головастик ну посмотри лёд видишь а ты говоришь лёд в виде ящерицы ты говоришь говори блин гнят из-за льда ну да есть что-то похоже немного какой типа дракончик головастик ты его знает намерзший выглядит так немного похоже да тут больше вроде ничего интересного нету идем мы дальше я по-моему блин в новых ботинках по моему ногу натер все наша прогулка подошла к концу тут небольшая перекусочная за ней гостиница тут парковка но мы припарковались на другой стороне в общем сегодня ролик очень короткий потому что ничего почти не видно но прогулка заняла у нас это два часа может два с небольшим полчаса чуть больше дорога ну там вон стрелка стоит отель дальше я так и сказал за домиком скорее всего за этим за перекусочной ну как у нас назовем столовой закусочной как помню один товарищ прочитал засосочная там было написано сосисичная он прочитал засосочная посмеялись конечно так нам как-то дорогу надо еще перейти а тут что у нас интересного есть вообще что-то тут у нас как раз железная дорога проходит там дальше чуть-чуть станция есть вдоль дороги а вон она как по моему выглядывает и вот этот поезд что мы там предыдущих когда-то видео я показывал он здесь проходит вернее паровоз а не поезд паровозик тут проходит по железке и все тут у нас парковочка тут у нас засосочная вот засосочная на полевой кухне полевая кухня дымит как паровоз тоже прикольно вагонетка у нас стоит одна как откуда-то притащили поставили там у нас вы мосты для железной дороги чудом написано то не видно даже что-то написано короче каждый день что-то типа открытой бюхенберг как мы все в принципе на этом пожалуй все сейчас мы дорогу обратно запишем поставлю музыку и всю дорогу можете посмотреть я ее прям до автобана запишу и потом добавлю на этом все всем удачи счастья здоровья пока ну у у у у у у у у у Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...